Но он прям оправдал ожидания, куда они смотрели, когда мне это присылали. Обалдеть, какая я модная. Представляете, такое было. Я хочу быть в тренде. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет небольшая распаковочка с сайта Joom. Ожидание, реальность. Что-то мне уже очень, очень, очень понравилось, и, может быть, с этого мы начнем, потому что это best the best. А что-то просто вообще ни в какие ворота не лезет, куда это и как, и для чего. И когда они присылали мне, это о чем они вообще думали. Итак, давайте начнем с самого классного, то, что я уже отгладила, померила и безумно довольна. Это вот такой вот костюм, костюм, я не знаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще, еще один, еще один. Где? Потеряла. Еще один, одна резиночка такая, еще один предмет, я хотела сказать. Пять, шесть, семь, восемь в одном. Вот, вот так пришло. Во-первых, это безумно классная расцветка, которая мне очень классно идет. Цвет такой, знаете, немного персиковый, такой нежный-нежный персиковый, такой прям бежевый персиковый. Это домашний костюм, и его можно носить как на лето, шортики и маечка, так и на более теплую, холодную, извините, погоду. Это на зиму, так? Можно шортики вообще убрать, и это будет у нас брючки и кофточка, и маечка. Я люблю такое сочетание. А еще можно резиночкой вот так вот завязать. Но только резиночка тут очень слабенькая, если честно. Какая-то она прям, ну не для моих волос, прям вообще слабенькая. Ну, можно на самом деле вдеть в свою, а вот та вторая с бантиком, не понимаю, где она теперь потерялась, ну, может, покажу, если найду. Очень классно смотрится. Итак, это у нас полисты, домашний костюм, такого материала, и вот такого комплекта у меня уже есть, розовенький, полосатенький. Я, может быть, вставлю здесь фоточки, посмотрите, я делала в нем фотосессию, нереально красивую, классную. И мне как-то давно присылали его, да. Но там у меня размер S, и я тогда еще подумала, что я хочу себе такой костюм, другой расцветки, но побольше размера. И в этот раз я заказала даже не M, девочки, это L у меня, L. В принципе, я полностью довольна этой L. Единственное, что, да, может быть, вот эта кофточка, которая, да, идет, она немного великовата, да, ее можно было бы взять M. Но меня не смущает, я люблю оверсайзы, домашние, и поэтому для меня классно. Очень классные шортики прям по размеру L ко мне, да. И вообще, вот эта рубашечка, ну, блин, она такая нежнота, это такие вот листья красивые. Там, кстати, в Наджу очень много одежды, которая вот такая очень красивая, с лепестками, со всеми делами. Длина брюк хорошая. Кстати, гладится отлично, на это я обращаю внимание. Хранить все это можно не только на вешалке, но и в таком мешочке, потому что он пришел в комплекте, тоже такого же цвета. Вот так вот, да, раз, пинг, и все. И взяли с собой. Единственное, что в мешочке он помнется, конечно, если вы куда-то возьмете, там, куда-нибудь в Таиланд или в Турцию, или на Мальдивы для любимого, да, придется стоять и гладить, либо попросить кого-то гладить. Также в комплекте пришла вот такая штучка. Она классная, все по размеру, замечательно, одного цвета. Не сильно тугая резиночка, отлично. Вот такая резиночка в комплекте, я уже сказала, да. И еще одна была резиночка с бантиком, я, в общем, ее вставлю, если найду здесь отдельно. Итак, сейчас я его померю, а вы зацените. Продолжение следует... Ну, в общем, это просто best-the-best костюм, согласитесь, мне он очень нравится. Вот это вот ожидание реальности, ну, как бы я ожидала, что он будет классный, но он прям оправдал ожидание, кайф, да. А это маечка, девочки, я ее ждала, ждала. Беленькая вот такая просто топ, который можно одеть под джинсовочку, под джинсовку я имею в виду, да. Джинсы завышенной талии или какие-то брюки завышенной талии. Очень классный базовый такой топ, он очень красивенький, на фоточке был. Прям мне понравился. Я думаю, дай возьму белый. Хорошо, я не взяла, я хотела взять вообще всех цветов. Думаю, ладно, возьму сначала одно. Девочки, я одела, я вообще не поняла, я вообще не поняла, куда они смотрели, когда мне это присылали. То есть, ну, здесь явный какой-то брак. И я даже не знаю, можно это будет переделать, но вообще, наверное, можно будет переделать, отпороть, тут перешить, как бы, да. Или здесь отпороть, отрезать, перешить. Но это ни в какие ворота. Я сначала не поняла. Я когда одела, сначала не поняла. Побежала на сайт смотреть. Думаю, может, я, может, мои лыжи не едут. Нет, может, я дурак, вот. Да, правильно. Может, я дурак, подумала. Но все-таки мы с мамой посмотрели и поняли, что лыжи не едут. Посмотрите. В общем, вот, смотрите. Очень непонятно висят вот эти штучечки. По идее, как бы, здесь все нормальненько, да. Ну, как бы, эска, я думаю, размер такой впритык. И вот эти штуки такой, ну, они должны вот так вот быть, я думаю, да, ровненько. Тогда, да, может быть, еще как-то симпатично. Но то, что они висят, вот это как-то непонятно вообще, что это. Ожидание реальность вообще, то есть, неоправданно. Еще может быть прикольно, если вот здесь отпороть, вроде можно отпороть, и вот эту штучку просто подвесить чуть даже выше, видите, вот так. То есть, она будет здесь оторвана, да, а здесь она будет выше. То есть, будут вот такие штучки. Ну, тоже может быть ничего так, да. Но, как бы, вот что пришло. Это, конечно же, мне кажется, абсолютно не дело. Вот она спереди так смотрится, да, и сзади вот такая. Вообще она эска, но мне кажется, она на меня какая-то маленькая. Вот здесь вот выглядывает все. И сзади вот тоже вот это. Я не люблю, конечно. Ну, как-то непонятно, что. Хотя сама задумка прикольная. В общем, вот такая вот маечка, которая меня немного разочаровала. Еще она размер, вот я заказывала себе эс, да, по-моему, ее я решила заказать эс, чтобы сильно не экспериментировать. Хотя я могла и эмку заказать, ну, по-моему, я заказала. Но она очень маленькая, она прямо как на экс-эс. То есть, мне она маловато, да, вот это вот давит, везде жиры торчат. Еще я не люблю, конечно, вот эти вот просто круглые вставки. По мне так лучше бы была какая-то плотная ткань или вставки хотя бы не круглые, да, потому что их видно. Ткань очень тонкая, и вот эту вставочку круглую, что она круглая, ну, на мой взгляд, видно и ощущается. Ее там еще неудобно подвинуть. Ее просто так не вытащишь размеров, разрезиков никаких здесь нет. Ну, она стоит, конечно, 244 рубля, по-моему, да. Короче, около 300 рублей стоит, поэтому, в принципе, за такие деньги не особо жалко. Но для кого-то, честно говоря, это тоже деньги. И люди тратят, и потом вот что с ней делать. Короче, вот это ожидание, реальность вообще не зачет. Дальше пришла ко мне сумочка. Я ее заказывала давно, она пришла уже давно, но на самом деле я ждала, пока все придет, потому что я не так сразу, знаете, заказала всем скопом и всем скопом получила. Нет, я заказала сначала одно что-то, потом другое, одно что-то пришло уже, потом я жду другое. Я же не буду вам пару вещей только в видео показывать. Я уже давно заказала эту сумочку, она давно пришла, но так мне не удалось, по-моему, с ней никуда сходить. Это вот тренды, которые у нас сейчас. Я вытащу сейчас пеленки, это для того, чтобы объем здесь показать вам, да. В общем, вот такая сумочка. Это уже моя вторая сумочка, у меня еще одна есть, кругленькая плетение, да, вот плетенка. Не помню, с чего она плетется, блин, напишу здесь, забыла, короче. Одна у меня кругленькая, маленькая такая есть, да, я там под какое-то платье, а этот больше такой вариант, что ли. Не знаю, короче, они обе классные, в принципе, одинаковый вариант, можно и ту, и ту, и туда, и туда. Этот может даже более пляжный какой-то быть. Здесь мне нравится цвет внутри, что все видно, если побросал, да, то есть машине удобно, там раз-раз и все. Но здесь еще не просто вот так все делать, девочки. Здесь еще у нас внутри вот такая штука. И мы можем, в принципе, спрятать ценные вещи туда. Это меня обрадовало. Здесь внутри еще карманчик есть один, вот он, да, один, без змейки. Ну, что-то отложить, чтобы оно не потерялось там, да, в гуще этой событий. И вот так затянуть, все. И получается, ну, то есть, да, если вы деньги, там, ключи что-то положили, закрыли, и не видно, да, но смотрится оно вот так. Можно даже вниз опустить, и не видно. Вообще очень круто, мне кажется. Ну, вы знаете наверняка тренды, кто подписан на всяких фэшн див. Видели, что такая сумочка очень даже актуальна. Я надеюсь, она в следующем году будет тоже актуальна, потому что я с модой не так давно, прям, да, с этими базовыми вещами столкнулась. Еще не совсем понимаю, что-то понимаю, что базовое есть, что-то нет, и вот посмотрим, короче. Ну, вот я ее заказала, и она реально классного качества, мне кажется, классного кроя, ну, как бы в тренде, да, в тренде. Единственное, лето закончилось, вот. Ожидание реально соправдало полностью, хорошее плетение, то есть никаких дырок нету, да. Такая добротная, добротная вещь в зачете. Дальше. Я заказала себе ремень. Вот, такие ремни. Девочки, обошла одно время вообще все магазины. Искала ремень, сейчас мы откроем, посмотрим, потому что я только вот так видела через пакетик, не распечатала и не мерила. Обошла все магазины, очень много таких ремней в бифре, но они все какие-то сатиновые, блестят, поняли? Они не матовые, а вот прям блестят. Там разные цвета, на белом черный, на черном белым написано, а желтые черные, ну, короче, разные цвета, разные сочетания. Но я хотела, чтобы они не были сатиновые, чтобы они не блестели, то есть был обычный какой-то материал. Ну и, в принципе, застежка меня не сильно волновала, она должна была быть нейтральная, потому что в основном в таком ремне или поясе, да, акцент на себя берет сам ремень, а не его застежка. Давайте откроем береньки. А, ну и в итоге я нашла, я купила такой ремень, я его нашла в Кроп, магазин Кроп есть такой у нас. Я его нашла в Кроп, но там другая застежка, я вообще хотела вот такую застежку, вот, прям, да, супер нейтральненькую, да. Ну вот, прям вот ожидания и реальность совпадают. Я прям вот такой хотела. Мне кажется, достаточно качественно все сделано. надпись, она одна верх ногами, другая нормально, да, беленькая. Здесь вот так вот. Я прям как почувствовала, и я два заказала. Короче, белый, это если я там какие-то белые наряды надеваю, да, еще что-то. Сейчас такие ремни тоже очень модные. Я надеюсь, что в следующем году они тоже будут модные, потому что мне кажется, что это немножко такая тема летняя. Но во всяком случае, может, это расцветка, не знаю, может, я что-то не догоняю. Я полностью, мне нравятся, девочки, ничего не блестит нигде, отличные белые джинсы-то или что за нить, я не знаю. Ну, прям классный принт хороший сделанный. Я думаю, прослужить должен долго. И вот второй я заказала. Черный с оранжевым. То же самое. Все круто, ничего не блестит. То, что нужно. А в кроп я заказала черный с белой надписью. Поэтому черный с белой надписью я уже, видите, не стала брать. Тоже здесь такая же застежечка. Ну, это вот как раз осенний более вариант, да. И под черные джинсы какие-то, да, вот так одеть. Ммм, я уже даже вижу, как можно нарядиться. У меня есть казаки такие, такого цвета, вот такого коричневого. Одеваем черные джинсы, одеваем вот этот пояс. Так, и нужно будет сверхом решить. Либо что, блин, аааа, и пальто у меня есть вот такого цвета. Обалдеть, какая я модная могу стать. Короче, вот эти ремни, девочки, зачет. Я прям вот это рекомендую. Классные пришли. Классные пришли. Следующее. Еще мне понравилось на модельке немножечко. Вот такие ремни. Я их тоже не распечатывала. Они такие утонченные, знаете. Они подвязывают, может быть, тунику какую-то. Платьица какой-то. Вот прям вообще нейтральненькие. Ну-ка, сейчас я по качеству посмотрю. Это кожзам просто, да. То есть, вот смотрите, здесь она сделана вот так, петелечка. Тут она идет тоненькая, 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 тоненькая. И заканчивается вот так. Все. Я взяла такую черного цвета и такую рыжего цвета, потому что у меня есть такие казаки такого цвета. Есть кое-какие вещи коричневые такие. Я подумала, ой, они девы... А, блин, я еще один ремень заказала, он другого немножечко, это, кроя, но такого же цвета, видите. Короче, вот, то же самое, да. То есть, мы одеваем здесь, вот так просовываем и как-то красиво завязываем. Ну, там на фотографии написано, как бы, да, я просто повторю. Такая утонченная. Мне вот не хватает таких утонченных поясов. У меня есть грубые, там, все такое, а вот ремней таких утонченных нет. Два цвета. Вот. Ну, в принципе, сейчас я если померю, будет хорошо, то можно и посмотреть еще, какие цвета есть там, заказать. Ну, по-моему, это такие базовые цвета. Еще, кстати, отлично вот такой вот ремень подойдет. Такая белая туника, знаете, немножко с кружевами, такая хлопковая или зельна. Вот тоже, как актуально было у нас, очень модно и трендово вот в этом сезоне летом, да. Потом казаки коричневые, и эту штучку подпоясать вот этим ремнем аккуратненьким, платье, я имею в виду тунику подпоясать, и шляпу одеть какую-то, и взять веточку там чего-то в рот, веточку чего-то в рот. И вот ремень у меня еще такой есть. Это на случай, если тот не подойдет. Ну и что? Цвет такой же. Ой, чего не вылазишь ты? Все ссылки, девочки, оставлю под видео. То есть цены меняются постоянно, знаете. Я могла за одну купить цену, а сейчас я вам ссылку кину на эту же вещь. Она уже другая цена. Представляете, такое было. Поэтому я не озвучиваю цены. Просто зайдите по ссылочке и посмотрите. Так. О, вот этот ремешок более такой мягенький. Здесь у нас вот такая вот застежечка золотая, аккуратненькая. Но тоже можно и под поясок, или подплатиться. Больше, конечно, вот такие тоненькие, подплатиться, под тунику, да. Но посмотрим еще. Ну и здесь просто классические дырочки, которые мы завязываем. В этих дырочек нет. В общем, вот такие ремни. Это качество мне тоже нравится. Ничего лишнего, аккуратненько все сделано. Уже хочется скорее наряды подобрать под это все дело. А вот этот вот ремешок, он немножечко надо проделать дырки, потому что вот самые такие дырки, самые маленькие, это мне свободно. Мне нужно дырочку прямо вот сюда проделать. Да, надо будет взять его с собой и проделать. И тогда получится тоже очень аккуратненько, красивенько. Под белую рубашку можно. Ну, просто я уже не стала доставать. И сюда, допустим, казаки такого цвета. Будет прикольно, мне кажется. Так, ну и последнее. То есть это уже последний мой заказ с сайта Joom. Я уже новый заказ сделала совсем недавно, поэтому этот я решила показать. И будем ждать новые заказы. Это цепочка для очков. Она у нас вот такая, смотрите. Серебристая, тоже такая классическая, ненавязчивая. Серебристая с шариками. Вот. И что мне нравятся, дужки вот эти вот прозрачные. То есть оно отлично пойдет и на светлые очки, и на темные очки. Классно вот такие. Они какие-то... Ну, они белые. Они белые, да, больше, конечно. Ну, они прозрачно-белые, но они на черные тоже отлично пойдут. Мне кажется, это классно. Это же тоже сейчас очень актуально было. Я набрала очень много таких, и эти даже еще не успела поносить. Напишите, кстати, в комментариях, кому нравится этот новый тренд с очками, да. То есть на очки вешаем и с такой цепочечкой носим. Напишите, кому нравится этот тренд, у кого есть такие цепочки, кто носил их и кому нравится. Мне, честно говоря, нравится, красиво, все супер. Я какое-то время носила, но потом немного неудобно, например, там, бросаю в сумку очки или куда-то. Вот эту цепочку надо сворачивать. Постоянно, когда одеваешь, нужно все это поправлять. Я такой человек, ну, то есть мне нравится классно. Если я снимаю сториз или там для фотосессии, конечно, я заморочу и сделаю. Но вот в повседневной жизни я такой человек, что я люблю, чтобы было все вот очень максимально удобно, просто ничего не мешало. Если я сталкиваюсь с какими-то вот такими препятствиями, да, чтобы надеть очки, мне надо все поправить, да, чтобы их сложить. Мне нужно не запутать эту цепочку, как-то тоже ее сложить. Меня начинает это через какое-то время напрягать. В итоге я сняла, по-моему, все. И вообще даже очки не одевала, представляете? Мне кажется, вторую половину лета я вообще без очков даже ходила. Вот. Ну, короче, она есть у меня, и надо это все как-то упорядочить, разложить. Ну, и фотосессия, и всякие видюшки, конечно, имеют место быть. И я хочу быть в тренде. Вот. Все, мои хорошие, на этом были все мои покупочки последненькие. Я довольна, единственное, недовольна только вот этой вот непонятной вот маечкой. Пишите в комментариях, что вы берете на джум, что вам нравится. В директ мой инстаграм можете присылать ссылочки каких-то необычных, классных вещичек из джума или алиэкспресс. Я обязательно вот, кто мне что-то прислать необычное, и мне прям нравится, я сразу захожу и заказываю. И много таких моментов, которые мне уже девчонки советовали. И на моем втором канале будут обзоры на это все тело. Не знаю, накладные брови там есть, да, там накладные ресницы на магнитах. Все это очень интересно, и все это вместе со мной вы затестите, посмотрите, и как минимум поржете. Как минимум, как максимум приобретете себе такое, потому что оно там кайфовое, например. Так что всех приглашаю на мой второй канал, ссылка под видео будет. На товары, опять повторюсь, все ссылки под видео. Заходите, смотрите моему видео, пожалуйста, ставьте лайк, если оно было полезным, интересным. Подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного, а я с вами прощаюсь с нас с следующего видео. Пока-пока! Пока-пока!